В сырых, тенистых, защищенных от ветра местах Часто встречается папоротник-щитовник Познакомимся со строением этого растения Крупные рассеченные листья папоротника располагаются на укороченном стебле В листьях папоротника на свету образуются органические вещества, как и у всех зеленых растений Листья папоротника ежегодно отмирают Но в почве остаются зимовать его подземные органы Корневище И отходящие от него корни В толстом корневище содержится запас органических веществ, отложенных за лето Корневище покрыто остатками черешков листьев прошлых лет На верхушке корневища имеется почка Весной из верхушечной почки на корневище вырастает новый укороченный стебель с листьями С помощью специальной съемки проследим за их ростом Папоротник внешне похож на цветковое растение Но он никогда не цветет, не образует плодов и семян Как же размножается папоротник? В июле на нижней стороне некоторых листьев папоротника образуются маленькие бурые бугорки На срезе листа при увеличении можно увидеть, что бугорок имеет форму перевернутого зонтика Под которым находятся маленькие мешочки В каждом из них образуются споры Когда споры созревают, мешочек лопается и споры разбрасываются Очень мелкие и легкие, они разносятся ветром Если спора попадает на влажную почву, она прорастает Вырастает маленькая, меньше копеечной монеты, зеленая пластинка Это заросток папоротника Весной из заростка вырастает новый папоротник Его первый лист не похож на последующие листья Таким образом папоротник размножается спорами Подобно водорослям Грибам Мхам Он относится к споровым растениям В сравнении с мхом строение папоротника более сложно У него имеется не только стебель листья, но и корни Папоротники разнообразны Они растут в различных условиях По берегам зарастающих рек и на болотах Можно увидеть папоротник, щитовник болотный В сухих, светлых лесах и по лесным вырубкам часто встречается папоротник орляк Вблизи воды, в сырых лесах Папоротник страусово перо На поверхности озер и век в южных районах страны Можно иногда встретить папоротник Сальвинию плавающую Растут папоротники и на скалах Папоротник Листовник скалопендровый Обитатель гор Кавказа и Крыма Там же растет и пузырник в омке Там же растет и пузырник в омке Некоторые папоротники Поселяются на карете гельев На Кавказе и в Закавказье Во влажных местах Изредка встречается папоротник Осмунда Это резкое вымирающее растение Нуждается в охране Помогают его охранять Пионеры В тенистых густых зарослях тропических лесов Растет красивый папоротник Адиантум У нас он выращивается Как комнатное растение В жарких тропических странах Много разнообразных папоротников Среди них Есть высокие древовидные растения На увлажненных полях Нередко можно встретить растения Похожие на маленькие елочки Это родственное папоротнику Многолетнее растение Хвощ У хвоща тоже есть корневище Но оно длинное Ветвящееся От корневища отходят Многочисленные корни И надземные побеги Появляющиеся у хвоща весной В них нет хлорофила Живут они за счет запаса органических веществ Отложенных летом в корневище В колосках На верхушках весенних побегов Образуются споры Когда споры созревают И рассеиваются Весенние побеги отмирают На смену им От того же корневища Отрастают зеленые летние побеги Листья хвоща мелкие, недоразвитые Хвощ Злостный сорняк Для борьбы с ним Поля обрабатывают веществами Убивающими наземные побеги И корневища хвоща Ранней весной Производят Глубокую вспашку При этом Корневища хвоща попадают на поверхность земли И погибают В сосновых лесах Часто встречается другое Родственное папоротнику растения Плаун У плауна длинный Ветвистый Ползучий стебель Густо покрытый Мелкими светло-зелеными Игловидными листьями От него отходят корни От ползучего стебля Поднимаются короткие вертикальные побеги В июне или июле На некоторых побегах Появляются колоски В них образуются споры Что же общее У всех этих растений? Все они имеют корни Стебли И листья Все они Размножаются спорами Около трехсот миллионов лет тому назад Наша земля была совсем не такой, как сейчас Тогда Тогда почти на всей земле Был теплый и очень влажный климат От поверхности морей, озер, болот Пытанной влагой почвы Поднимались туманы Небо почти постоянно было покрыто Густыми низкими облаками Такой климат Был благоприятен для папоротникообразных растений Они то и составляли тогда основную часть растительности земли Этот гигант Родственник наших современных плавунов Его ствол Достигал двадцати-тридцати метров в высоту И двух метров в поперечнике Такими были древние хвощи А это растение с рассеченными листьями Достигавшими пяти метров длины Напоминает современные папоротники Под пологом деревьев Расрастались травянистые папоротники Плоуны, хвощи и мхи Встречались и такие папоротники На листьях которых вырастали не споры, а семена От этих семенных папоротников Произошли семенные растения Во время частых грозовых ливней Гибло много деревьев гигантов Отмиравшие растения падали на болотистую почву или в воду Они покрывались илом, глиной и песком Которые приносились реками и морскими течениями Без доступа воздуха Под толстым слоем земли Остатки древних папоротникообразных растений В течение миллионов лет Превращались в каменный уголь Нередко в каменном угле Обнаруживают отпечатки различных органов Вымерших растений Иногда в пластах угля встречаются стволы растений Превратившиеся в каменный уголь Такие находки дали ученым возможность установить Какие растения населяли землю Сотни миллионов лет тому назад Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...